Команды вортовальников из всех областей Беларуси, республиканский отрад и группа вортования на водах Гомельского областного господа. По отсутности, это миновито те люди, которые готовы прийти на допомогу всем, кто трапил убеду на воде. А прожатого сегодня-то у першиню удел у споборницок промая сборная Латвии. Три года она приезжала у Беларуси у якосинозиральника, сегодня-то выступая у агульном залику. До речи, в этом году сборная команда нашей краины выступала на споборницах у Латвии и заняла первое место. У нас нет отдельного отряда водолазов. У нас водолазы, они занимаются и спасением людей, и пожаротушением. Поэтому, наверное, все-таки белорусские водолазы, которые занимаются только спасением на воде или под водой, скажем, они, наверное, лучше подготовлены. Но я думаю, что, не думаю, а знаю уже несколько лет, что мы с ними на равных соревнуемся. Каждый год республиканское споборництво вартовальников-водолазов и вартовальников-провозов проходит на разных водоемах. Это дозволяет лепш ознайомиться с обливостями разных рек и озер, выхватить у команд почти коллективизму и вызначить соправды лепших. Задания на первый погляд не складанные, але для их выконания потребны соправдный профессионализм. До речи, для того, как стать специалистом другого класса, водолазу необходимо провести под водой не меньше за 500 годин, першого тысячу. И такая лечба – самый глубокий водоем у Беларуси – 59 метров. Правда, подчас гэтых споборництв на такие глубины не погружались. Вот это не просто пасмасовый манекен за неофицийным мянушкой Павлик. Подчас споборництв он выконывал ролью потерпелого. Некольких разов его топить на глубине у 3,5 метра, а потом вартовывать. Это только сдаётся, что на глубине уйдёт судовный прыгожа. На самой справе работа водолаза у спизи самых небеспечных. Одинная у Беларуси барокамера, якую у якости обстреливания привезли нас с поборництвы, выкористовывается не только на погружении свыше 12 метров, але и лечение прессийных захворываний. Для того, как стать водолазом, у Воголя необходимо быть не просто физично здоровым, але иметь ответную психологичную устойливость. Летом хорошо, тепло, каждый может залезть в воду. А зимой, когда вырезается лунка, когда спускается водолаз, это даже психологическое воспитание спасателя-водолаза. Когда снаружи минус 20, а ты лезешь в воду, всё равно зимой точно так же проваливаются машины под лёд, всегда приходится где-то поработать. Поэтому спасатель должен быть подготовлен на любой промежуток года. А также ещё на реках присутствуют ямы определённые, где-то под корч может занести. Эта работа очень сильно связана с риском для жизни самих водолазов. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадио компания «Гомель», Жлобинский район.